И вот какими рождённых для великих дерзаний комсомольцев прошлого столетия увековечили госархивы. Впрочем, смотрите ностальгический эпизод проекта ТН в открытом доступе. Вдруг в этих хроникальных кадрах узнаете себя, своих родных и близких. Агентство теленовостей представляет. В открытом доступе. У нас нет тайн от своего народа. Воскресенье 29-го Костричника этого года радостная дата для миллионов комсомольцев и молоди, для усяго советского народа. Выхаванный великой партией большевиков, тройчий орденоносный ленинско-сталинский комсомол, святкует свое 30-ти годзи. Тысячи юнаков и девчат у гэтые дни уступили у члены комсомола. Фрезеровщица Анна Пинчук. На 15-го вероясня она выконала свой годовый вытворчий план. Комсомол Беларуси шепствует над новобудовлями послевоенной пятигодки, минским тракторным и автомобильным заводами. Принимая переходящие красные знамя комитета комсомола автозавода, мы обязуемся дать 30-летию комсомолу полторы годовых нормы. Комсомольцы коммерческого района обовязались до юбилею отбудовать домы колгасникам, которые еще проживают у землянка. Новый пригожий дом побудовали для колгасницы Агахи Помазовой. Яна от щирого сердца дякую молодь. На Енисеи, близ села Шушенского, где отбывал царскую ссылку Великий Ленин, ныне встала плотина самой мощной в мире гидроэлектростанции Саяна-Шушенской. В этот день монтаж одного из десяти турбогенераторов вела комсомольско-молодежная бригада Валерия Васюкова. Энергия Сибири вливается в единую систему. Этот день запомнится нам на все же тё. Сегодня наша с Ниной веселье. Великого счастья, жадая нам комсорг два нового комбината, директор комбината вручая нам путёлку для сильной подорожжи в Москву. Этот вечер был необычным. Мы собрались после большой дороги. Каждый из нас вспоминал то волнующее и важное, что навсегда вошло в наши суммы. Уезжаем далёто на целинные земли. В западно-казахстанский край один за другим уходили комсомольские эшелоны. Их отправляли Гомель, Могилёв, Гродно, Прест, Витебск, Минск. И с чем можно сравнить то чувство, когда в такой степи ты забиваешь первый колыш? Так было в каждом нашем отряде. И в казахстанских степях за 3000 километров от Белоруссии звучал её гимн. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова